Девятнадцатое марта. К дому номер 36Б по улице Фарафоновой мы приехали с депутатом Тверской городской думы Дмитрием Нечаевым. Здесь расположен его избирательный округ. Здание буквально разрушается на глазах. Можно просто рукой, я не хочу дальше разрушать, но вот это всё выкрашивается, выламывается. Это просто, честно говоря, красноречивее любых комментариев видно, что дом просто рассыпается. Накануне 18 марта дом начал рассыпаться капитально. Рухнула стена, соединяющая подвальное помещение и подъезд многоэтажки. Завал в тот же день расчистили, кирпичи складировали в подвале, но сути случившегося это не изменило. Вот в каком состоянии перилом находится. Здесь всё оторвано. В этот же день к месту обвала приехал прокурор Заводского района Валерий Клеменченко. Прокуратура района организовала проверку по факту обрушения стены в доме. В результате обрушения никто не пострадал. Вместе с тем, проверкой с привлечением контролирующего органа Глаза инспекции был установлен ряд нарушений допущенных управляющих компаний по содержанию данного многоквартирного дома. В связи с чем в городской суд было направлено исковое заявление об обязании данной управляющей компании устранить указные нарушения. Директор компании вызвана в прокуратуру для составления постановления по делу об административном правонарушении. Управляющая компания в этом доме носит название Нева. В районную прокуратуру на Неву в этом году жильцы не жаловались. Не поступали жалобы и Дмитрию Нечаеву. Хотя претензий у людей к дому множество. Пять лет назад из-за вечно сырого подъезда в доме появились комары. Сырость подтачивает и кирпичные стены. Обрушение началось. Елена Геннадьевна, обратитесь к своей управляющей компании. Без толку. Я обращалась. Я ходила, никакого толку нет. Мы видим, конечно, такую печальную ситуацию. Видим, что проблема копилась, конечно, долгое время. Это видно по фасадной части дома, видно по цокольной части дома. Понятно, что здесь хроническая протечка канализации. Вся цокольная часть, вот правой части дома, она затоплена. Стоит вода. Продолжается утечка, потому что даже по шуму воды слышно. И, конечно, всё это приводит к разрушению зданий. Причём разрушения такие, что, честно говоря, они уже чреваты нарушением конструктива здания, уже идут трещины. Похожие проблемы в соседних домах. Дмитрий Нечаев горько заметил. В эти дворы он приезжает как на работу. Он неоднократно обращался в управляющую компанию с просьбой принять радикальные меры. Пока безрезультатно. Это системная проблема у нас в ЖКХ. И, ну, я, понимаете, я не готов здесь разделять, сочувствовать управляющей компанией. Просто если взялся загуш, то не говоришь, что не идёшь. Если взялся обслуживать этот дом, значит обслуживай, а не имитируй. А то деньги собираются с людей, люди надеются, что их проблемы будут решаться. А проблема как-то что-то не решается. Поэтому всё равно, конечно, есть вопрос к управляющей компании. Если она не может эти решить проблемы, значит, надо честно признаться, сказать, что они не могут это решить. Тогда какие-то другие методы искать. А пока на подъездах дома номер 36-Б по улице Фарафоновой появились объявления, призывающие жильцов скинуться на очередной, необходимый для их жизни и здоровья ремонт, пока не обвалившихся стен.